Балеты, поставленные Борисом Эйтманом, настолько сильно отличаются от классического танца, что даже сам режиссер, когда рассказывает о своих постановках, упоминает новую азбуку движения. 23, 24 и 25 апреля Театр Эйтмана представит в Торонто балет Анна Каренина. В преддверии гастролей вестник Торонто поговорил с выдающимся хореографом об амбициозных попытках инсценировки большой литературы и о кропотливом процессе создания нового языка танца. Борис Яковлевич, в одном из интервью вы рассказали, что в истории Анны Карениной Лев Толстой демонстрирует невероятное понимание психологического мира своих героев. Но ведь история Анны Карениной достаточно обычная. Дилемма – любовь, страсть или долг? Что вас привлекло в этом сюжете? Всю свою творческую жизнь я пытаюсь найти эквивалент языка тела, который может выразить внутренний мир человека. Внутренний мир женщины – это особый мир, непознаваемый мир. И я думаю, что Толстой сделал такой своеобразный психоанализ, погружение в мир, внутренний мир женщины, для того, чтобы познать его и выразить его словами. Это мир женщины, сексуально зависимый от мужчины. Мир женщины, погруженный в мир своих разрушительных страстей, в ад своих разрушительных страстей. Поэтому для меня было это очень интересно, найти ту пластику, ту хореографию, которая сможет выразить этот страшный мир страстей этой удивительной женщины. Скажите, какую Анну Каренину ожидать нам? Я покажу канадской публике мою Анну Каренину. Это мое видение этой, я бы сказал, казалось бы, такой тривиальной, банальной истории треугольника. Жена, муж, любовник. Казалось бы, что можно еще рассказать в этой банальной истории? Но я следовал за Толстым, и с другой стороны я следовал своему методу погружения во внутренний мир. И вот это открытие тех внутренних страстей, которые я почувствовал, я увидел и выразил через движение, оно должно захватить публику, потому что это, понимаете, это не диалоги словесные, это сама страсть, которая захватывает героев, которая сталкивает героев. И я думаю, что в этом, конечно, колоссальный мировой успех балета Анны Каренины, моего балета Анны Каренины. Но верняка многие из американских зрителей и не читали Анну Каренину. Не боитесь этого? Вы знаете, я никогда не рассчитываю на публику, которая, значит, придет на мой спектакль, прочитав роман или прочитав биографию моего героя. Я никогда к этому не стремился, потому что для меня, наоборот, это путь к зрителю, неподготовленному, к любому зрителю. И если после увиденного спектакля кто-либо из зрителей канадских захочет прочитать Анну Каренину, я буду счастлив. Кстати говоря, это примеры очень, так сказать, часто случаются в нашей практике, когда многие зрители, особенно молодые зрители, которые сейчас, что греха таить, вообще мало что читают, они действительно после спектаклей Анны Каренина, Евгения Онегина, Карамазовы, Чайка Чехова, они берут книжку и читают. И потом еще раз приходят на наши спектакли, потому что, понимаете, в наших спектаклях есть та какая-то эмоциональная энергия, которая действительно востребована, которая сегодня необходима зрителю, потому что сегодня оторвать зрителя от интернета, от телевизора очень трудно. Вытащить его из дома, из насиженных мест, заставить потерять время, заплатить деньги за билеты, это все очень трудно. И я думаю, что успех наших спектаклей именно в том, что зрители могут увидеть и почувствовать в наших спектаклях то, что они нигде в другом месте не почувствуют и не увидят. Я думаю, что зрители, которые придут к нам на спектакль, им совсем не обязательно быть подготовленным, им просто нужно быть подготовленным к тому, что они получат очень сильное эмоциональное потрясение и так называемый катарсис, которому стремится сознательно или несознательно театральный зритель. Считается, и в разных интервью вы с этим соглашались, что балет Анны Каренина отсылает зрителя к теории психоанализа Фрейда. В каком смысле? Ведь изображение страстей – это еще не теория подсознательного. Я думаю, что именно терапия наших спектаклей, она действительно присутствует, потому что что такое психоанализ? Это попытка довести человека до какой-то критической точки, довести его до какого-то шокового состояния, после которого начинается уже облегчение, облегчение той тяжести, этой болезни, когда человек выговаривается, когда человек осознает, что дальше уже идти некуда, дальше уже идет обратный процесс, процесс восстановления. И вот эта критическая точка эмоциональная в общем-то достигается в нашем спектакле, потому что все настроено на вот этот очень сильный, мощный энергетический, эмоциональный удар. Зрители, которые, ну так называемый, интеллектуальный зритель, подготовленный зритель, театральный зритель, безусловно, это тоже наш зритель, потому что он приходит к нам для того, чтобы увидеть то, что он не может прочесть, то, что находится между строк. Вот это вот тоже наше особое искусство, именно показывать то, что находится между строк, что невозможно выразить словами. Я вообще хотел бы сказать, что действительно, ну как бы сказать, наш мировой успех именно зыжится на том, что мы работаем на очень широкую аудиторию. Каждый зритель, каждый человек, который находится в нашем театре, в нашем зале, он находит то, ради чего он пришел к нам на спектакль. Несколько лет назад мы видели этот спектакль, и ощущение такое, что вы научились выражать такие эмоции через танцы и таким образом, что ни у кого до этого так не получалось. Можно сказать, что вы изобрели новый жанр в танце? Ну, конечно, это, понимаете, это балет, конечно, это балет, но это наш балет. Это тот балет, который я всю свою творческую жизнь вынашивал и шел к этому. И мы сейчас находимся на пути вот именно достижения того результата, которым мы уже занимаемся на протяжении почти 40 лет, ведь нашему театру почти 40 лет. И действительно, я хочу сказать, что мы где-то находимся на стыке между драмой, балетом, между кино и балетом, между каким-то особым магическим искусством и балетом. Это немножко шаманское такое, понимаете, действие, которое завораживает, подчиняет тысячи людей, тысячу людей. Это, конечно, какое-то магическое искусство. Мне очень трудно говорить о своем искусстве, о своем театре, потому я думаю, что это все-таки, это дело все-таки будущего и дело аналитиков, которые потом найдут и могут понять и оценить наш вклад в мировое искусство. Наши коллеги отмечают, что в ваших постановках не только особая пластика, но и особые типажи артистов. Высокие, тонкие, с длинными пальцами. И, отвечая на вопрос, вы говорите о понятии сценического менталитета. Можете объяснить, что это такое? Знаете, мое, так сказать, творчество очень зависимо от таланта реализаторов, таланта исполнителей. Очень зависимо. Почему? Потому что я очень много придумываю, я создаю свою хореографию, я работаю с актерами, я аккумулирую их идеями и хореографическими, и философскими, и какими угодно, но все равно в конечном итоге они выходят на сцену, и они являются проводниками моих идей, мыслей, чувств и так далее. И вот степень их таланта, степень их мастерства и определяет в конечном итоге уровень спектакля. И это очень, кстати говоря, видно, когда на сцене вот именно близкий мне человек по духу, по крови, что ли, и вот это всегда понятно и видно, насколько это все приобретает сразу же совершенно другой образ, другой уровень, так сказать, вот спектакля. И когда ты видишь, что актер не дотягивает или актер не соответствует, то сразу же невозможно ничем заменить, в общем-то, актера в моем спектакле. И поэтому поиск этих истинно талантливых реализаторов моих идей это очень серьезный, очень долгий, мучительный процесс. Потому что в балетной среде, к сожалению, сложился свой какой-то стереотип, понимаете, балетного менталитета, балетного мышления, балетных какой-то особенностей. И вот найти этих особо одаренных людей очень трудно. Не случайно мы в прошлом году открыли балетную академию в Петербурге для того, чтобы именно готовить новое поколение артистов балета. Мы хотим воспитать не только универсальных артистов, которые могут танцевать любую технику танца сегодня, но именно хотим воспитать новое поколение интеллектуальных, образованных, мыслящих, творческих людей, которые могут быть действительно соавторами, хореографа, которые могут быть носителями, проводниками его мыслей, идей. И не только проводниками, но и дополнять это все, оплодотворять это все своим талантом, своим мастерством, который в конечном итоге, как я уже говорил, определяет уровень спектакля. Творчество – это процесс, когда необходим приток новой энергии. Вы уже творите несколько десятков лет. Поделитесь рецептом, как вам это удается? Вы знаете, вот, я не знаю, у меня сейчас какой-то странный пример я вам приведу. У меня как-то в жизни все очень так импровизационно, хотя очень как-то все обдумано, но очень мпровизационно. Вот, понимаете, вот мы летаем на самолетах, да, вот мы взлетаем. Я всегда поражался, как, на чем вот держится, конечно, у меня есть свои какие-то, так сказать, физические, какие-то технические, так сказать, явления, которые держат эту огромную, тяжелейшую машину вот в воздухе. Я думаю, любовь – это вот та, та вот какая-то химия, да, вот та какая-то вот невидимая, какая-то энергия, невидимая, которая удержит меня уже много-много лет вот в полете, в полете моей мысли творческой, моего желания творить искусство, моего желания жить и любить моих близких и мой театр. Ваш новый балет «Up and Down» вызвал восторженные оценки критиков. Якобы вы материализовали внутренний мир через пластику танца. Расскажите о замысле этого вашего нового балета. Вначале я думал балет делать о Фрейде, самом Фрейде, но потом как-то вот все-таки решился именно на сюжет романа Фитжерада. И я думаю, что это была правильная идея. Почему? Потому что это такой, знаете, полифонический такой абсолютно сюжет, где есть замечательное время, да, век жаза, двадцатые годы прошлого столетия. И есть удивительные две судьбы, да, не случайно называется «Up and Down». Это судьба пациентки Николь, которая возрождается, так сказать, выйдя замуж за врача. И врач, который, попав под круг богатых бездельников, который теряет не только свою клинику, свою практику, но теряет, в конце концов, себя, терпит крах, и это падение. И вот это вот удивительное взаимодействие этих двух судеб и удивительная власть, власть, так сказать, денег, которая, так сказать, которая разрушает человека, разрушает вот это, так сказать, материальное и духовное, да, вот в этом балете очень столкнулись, очень как-то так, очень мощные две силы. И поэтому я думаю, что было очень много очень интересных идей, которые нужно было реализовать. Это очень, так сказать, симулирует, провоцирует. Вот. Я вообще поражаюсь, что кинематограф как-то очень мало, вяло обращает внимание на этот сюжет. Он поразительный сюжет, поразительный просто. Ну, я хочу сказать, что в Канаде, я бы сказал, что как раз очень, очень балетная публика, очень, очень образованная публика, потому что в Балете, в Канаде работают несколько замечательных трупп, и в Торонто, и в Монреале замечательные балеты. Они разные совершенно, но очень высокого класса, мирового класса труппы. И поэтому как раз всегда, когда мы приезжаем в Канаду, я думаю, что с таким же трепетом, как приезжали наши хоккеисты всегда в Канаду. Я думаю, с таким же трепетом и с таким же каким-то волнением, потому что это всегда какой-то, это поединок между нашим, нашим искусством и зрителем. И я думаю, что в этом случае мы ждем не победы, не поражения, мы ждем какой-то, знаете, общей радости, которая должна дать вот эта встреча нашего театра и канадского зрителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова